Привет! В чате был вопрос интересный про разницу между детской гитарой и гиталелия. Может быть, не всякий знает, что такое гиталелия, но начнем с детской гитары. Детскую гитару мы называем гитарой три четверти. Вот такое у нее отличие от гитары обычной, четырех четверти, ну, гитар четырех четверти, как бы взрослой, да? Ну, мы называем это просто детской условно, потому что детям проще и удобнее играть на такой гитаре, чуть поменьше. А вот инструмент, который называется гиталелия, то есть это синтез укулелия и гитары. Внешне она выглядит как гитара, но по своей сути это укулелия. Вот такое соотношение корпусов, естественно, это совершенно крошечное, даже по отношению к детской гитаре, это гитара маленькая. Но основное отличие не в этом, основное отличие в строе. Смотрите, гитара, ну, все знают, как звучит гитара. Вот так вот она звучит. Строи у нее ми, как вы знаете, ми, си, соль, ре, 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 ми. Гиталелия имеет другой строй. Не очень существенно другой, не очень существенно отличается, просто он выше. То есть я играю то же самое, что и на гитаре, но звучат у меня другие аккорды. Почему? Потому что это очень легко. Я вам сейчас покажу. Гитарелия настраивается выше. То есть это очень похоже и очень легко представится, как если бы мы зажали просто баррель. Или каподастер поставили сюда, да, он зажал бы, и мы дальше играли. Итак, вот если я поставлю баррель, смотрите, что будет. Вот. То есть гиталелия это та же самая гитара, только с каподастером на пятой струне. Ну, или с баррель на пятой струне. То есть каподастер, если вы не знаете, это такая штучка, которая зажимает, и вы можете играть в открытой позиции, и у вас уже строй выше. Так вот, гиталелия как раз и напоминаю. По звучанию гиталелия это не гитара. Гитара из-за того, что... Давайте попробуем. Гитара из-за того, что большой корпус, она звучит, но пока так. А гиталелия звучит... Ну, естественно, тише за счет меньшего корпуса. Но тоже есть определенная прелесть. Вообще гиталелия это, как я уже говорил, синтез укулелия и гитара. Вот укулелия. А вот гиталелия. Или даже по корпусу можно увидеть, что они очень похожи. Чуть больше. Гриф чуть толще из-за того, что есть еще басовые струны. Но... Сейчас я поставлю. Но укулелия настраивается так же, как гиталелия, и звучит так же, как гиталелия. Сейчас то же самое попробую сыграть на этом инструменте. То есть, если вам нравится звучание укулелия, но не хватает басовых струн, вот это вот как раз гиталелия инструмент для вас. То есть это укулелия с басовыми струнами. Внешне выглядит как гитара, но гитарой не является. И разговор у нас пошел дальше, в какую-то уже такую область, чем отличается от баритон. От баритона укулелия. Вот укулелия-баритон. Даже больше. И этот вопрос интересный, потому что он как раз пересекается с тем, что я вам сейчас рассказываю. Вот баритон укулелия как раз имеет строй ровно такой же, как гитара. Только баритон укулелия не имеет басовых струн, как гитара. То есть получается такое интересное сравнение. Гиталелия это та же самая укулелия, только с басовыми струнами. А укулелия-баритон, самая большая из укулелия, это та же самая гитара, только не имеющая басовых струн. Смотрите. Те же самые ноты. Здесь на укулеле-баритон мы можем играть те же самые вещи, как на гитаре. У нас не будет басовых струн. Ой, промахнул. Уже беру гитару, играю как на укулеле, не получается. Уже запутался гиталелия как укулеле-баритон и вас, наверное, запутал. Итак, это маленькая гитара, которая называется детская. Не такая уж и маленькая, да, по сравнению с тем, что мы сейчас видели. Но, тем не менее, она меньше гитары обыкновенной, акустической. Поэтому она называется детская. В музыкальных школах обычно играют на таких, ну, начинают играть на таких. Гиталелия, хоть и напоминает гитару, но этой гитарой не является инструмент. Это является большой укулеле с басовыми струнами. А вот укулеле-баритон, самая большая в семействе укулеле, это как раз является самой настоящей гитарой, только не имеющей басовой струны. Вот такая между ними разница. И по звучанию я какие-то такие неловкие примеры сделал. Ну, по звучанию, может быть, вы поняли. А если этого было недостаточно, оставьте комментарий прямо здесь, под этим видео. Мы сделаем еще более подробное видео с примерами звучания. Спасибо.